Добрый вечер, в эфире Вести Карачао-Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Карачао-Черкесия вошла в число регионов, выполнивших полностью годовой план по восстановлению леса. В нашей республике было восстановлено 36 гектаров лесов. Темы лесных культур затронул сегодня Владимир Путин в ходе выступления на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. На Северном Кавказе тема лесонасаждения имеет особое значение. Тут и рекреационные ресурсы, и туристический потенциал, и географические особенности. По инициативе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Карачао-Черкесии в Джигутинском районе прошли учения, в которых продемонстрировали организацию проведения поисковых мероприятий по сообщениям о преступлениях, связанных с исчезновением граждан. Навыки применения поисковой и криминалистической техники, обнаружение фиксации и изъятие следов преступления. В ходе мероприятий в полном объеме отработана межведомственная тактика совместных действий по поиску безвести пропавших граждан на смоделированном месте происшествия использована криминалистическая и специальная техника, после чего проведен подробнейший анализ ошибок, допускаемых в работе на месте происшествия. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачао-Черкесии выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 20 497 человек. Из них 20 153 выздоровели, 114 человек госпитализированы. МЧС предупреждает сегодня в течение суток 6 и 7 июня. В Карачао-Черкесии ожидается сильный дождь. Прямо сейчас прогноз погоды. В Карачао-Черкесии местами кратковременные дождь и гроза. Днем в отдельных районах будет сильный, с градом и шквалистым ветром до 20-25 метров в секунду. Ветер западный 5-10. Температура ночью 6-11, в горах до плюс 6, а днем 15-20 выше нуля. И в горах местами 8-13. В Черкесии ночью кратковременный дождь и днем сильные гроза. Ветер западный 5-10. Днем при грозе будут порывы до 15-18. Температура ночью 9-11, а днем 18-20 градусов тепла. Лето будет чудесным с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис. Московский индустриальный банк. В Карачао-Черкесии более 1200 мужчин задолжали своим детям алименты. Но есть в нашем обществе и 150 женщин, бросивших детей. О том, как дети могут отомстить своим родителям, пойдет речь в программе Светлана Шаганова и Руслана Карпмазова «Полезное утро в субботу». Выбирают себе мужья состоятельных мужчин, то есть с высокой заработной платой. И на будущее, уже зная, что они родят от него ребенка, подадут на алименты. Мне жалко детей. На всех троих он платит алименты. И сумма получается немаленькая. А у него может быть и вторая семья, которую кормить надо. Да, и на что ему жить. И как бы он приходит и говорит, меня это не устраивает, как можно уменьшить эту сумму выплаты. Возможно ли это? То есть, уважаемые дети, получается, если ваш отец сейчас не платит вам алименты, вы можете вырасти и потом с его пенсии удерживать. Да, выходит так. Все-таки желать здоровья и долголетия своему отцу, должнику по алиментам, все-таки стоит. Как бывшего мужа отправить в тюрьму и как с родной матери взыскать алименты? Об этом «Полезное утро» в субботу в 8 ровно на телеканале «Россия-1». В Хабезе прошел республиканский турнир по вольной борьбе памяти мастера спорта СССР заслуженного работника сельского хозяйства России Юрия Абубикировича Аргунова. Молодые вольники со всей республики показали свое мастерство и волю к победе. Фатима Даурова подробнее. В Хабезе прошел республиканский турнир, который был организован впервые в честь именитого спортсмена Юрия Абубикировича Аргунова, который внес значительный вклад в развитие олимпийского вида спорта в вольной борьбы у нас в Карачаево-Черкесии. Он вырастил целую плеяду мастеров спорта СССР, а до того, как стал заниматься наставнической деятельностью, сам стал одним из первых, кто защитил звание мастера спорта Советского Союза в Ставропольском крае и в тогдашней Карачаево-Черкесской автономной области. Очень рад, что в моей судьбе, в моей жизни был такой человек. Без волнения невозможно о нем разговаривать. Действительно, он для нас кумиром был. Кумиром не только в борьбе, кумиром в жизни, кумиром человека. Даже не кумиром, а, я скажу, человек, на которого хотелось походить. Кумир – это чуть-чуть несколько другое может. Наставник. Наставник. Вот самое такое слово. Мог ободрить в любой ситуации жизненной. Иногда борьба не идет. Он приезжал в зал. Два слова, три слова скажут. Тебе уже неудобно жаловаться на травмы, жаловаться на то, что там что-то не идет. И хочется его радовать, радовать таких, как он. Почтить память Юрия Аббекировича Аргунова пришли почетные гости. Член Совета Федерации России Крым-Казаноков. Глава администрации Хабецкого района Тимур Жужуев. Заместитель министра спорта Карачаева-Черкесия Ахмед Хагабсов. Заслуженные тренеры России. Мастера спорта СССР. Международного класса. Чемпионы мира, Европы, СССР и России по вольной борьбе и самбо. Воспитанники выдающегося тренера и борца, друзья и коллеги. Они вспоминали личностное качество Юрия Аргунова. Как ему удавалось находить общий язык со всеми и помочь нуждающимся. Он мог войти в положение человека, постигшего горе. И всегда оказывал материальную помощь. В этом его великая сила. И до конца жизни он оставался таким же, не изменялся. На этот раз право стать сильнейшими в 17 весовых категориях оспаривали вольники 2008-2012 годов рождения. Судейской коллегии пришлось нелегко в определении победителей по той причине, что спортсмены показывали хороший уровень физической подготовки и отличное владение техникой борьбы. Но все-таки лучшие были определены и они заняли места на пьедестале почета. Финалом турнира стало награждение юных героев и их тренеров. Фатима Дорова, Мусали Шаков, Мухаммед Дашибоков, Вести Карачаева, Черкесия, Хабес. Очередная победа наших спортсменов с перерывом в 21 год на границе Карачаево-Черкесии со Ставропольским краем. В очередной раз состоялась торжественная встреча победителя и призера первенства Европы по вольной борьбе. Соревнования проходили в Болгарии. Амаль Кирейтов и Денислан Кубиев успешно выступили в составе сборной России. Спортсмены завоевали призовые места. Амаль Кирейтов стал чемпионом Европы в весе до 67 килограммов. За золотую медаль нашему спортсмену пришлось бороться с представителем Украины. Денислан Кубиев завоевал серебряную медаль в весе до 41 килограмма. Он уверенно шел к победе, но в финальном поединке уступил российскому борцу Рахулу Умудову с минимальным счетом. Тренируют ребят Ильдар Каракаев, Белял Матакаев и Сережуддин Аюбов. Золото и серебро чемпионата Европы вольники Карачао-Черкесии забоевывали 21 год назад. Я прошел двухнедельную подготовку в Москве и по воле Всевышнего я хорошо отборолся и смог показать себя. Денислан у нас Кубиев. Прекрасно отборолся он. Да, чуть-чуть в финале не хватило, но серебро в Европе – это очень большая заслуга. По Амалю Керетову я могу сказать, что мы смотрели и наблюдали его тренировки. Парень одаренный. Он с хорошими результатами выиграл как отбор по Северному Кавказу, так же и отбор в России. Стал чемпионом он. И доказал на европейском уровне, что он очень одаренный. От министерства я хотел бы пожелать ребятам, чтобы это у них была такая твердая первая ступенька, которая приведет их к золотой олимпийской медали. Мы все этого желаем, все ждем от них, от всех, от наших ребят. Действительно, этот год у нас такой ударный в плане хороших результатов. Я надеюсь, мы будем держать эту планку. Бездомные животные в России являются огромной проблемой, для решения которой недостаточно. Одних только усилий зоозащитников. Собаки и кошки бродят по улицам в поисках пропитания и укрытия. Это еще не все беды четвероногих. На их пути встречаются живодеры, которые их избивают, в них стреляют или животные оказываются под колесами машин. Но находятся неравнодушные люди, которые спасают их и дают им вторую жизнь. Светлана Шаганова отправилась в госпиталь «Белый клык» и узнала, как живут питомцы. В России все больше открываются приютов для животных. Карачаево-Черкесия не исключение. Ведь каждая кошка или собака хочет обрести свой теплый, уютный дом. А главное – внимание и заботу. Госпиталь «Белый клык» два года. Здесь проходят реабилитацию после операции кошки и собаки. У них, как и у людей, своя судьба и зачастую непростая. Добрый доктор Айболит, ветеринар госпиталя Алексей Пешков, вместе с коллегами излечил немало кошек и собак. Ламберт благодарит своих спасителей за подаренную жизнь. Собаку переехал в грузовик. Доставили в ветеринарную клинику Ставрополя. Сделали все возможное, чтобы Ламберт жил. Но, вопреки всем стараниям, лапу пришлось ампутировать. После периода реабилитации собака чувствует себя очень хорошо. Даже поправилась. Видите по ее состоянию, что она возвратилась к жизни. Вот этот пес по кличке Бандит пострадал от пули. Шансов на жизнь у него практически не было. У этого животного был задет позвоночный отдел в шейной части. В нашей клинике он прошел курс первичной реабилитации, когда восстановились общие жизненные функции. А эту собачку нашли в пруду. Дилан лежал в озере и не мог выбраться. У него отказались задние лапки. Собачку обнаружили волонтеры и отправили в клинику. После удачного лечения Дилан переехал в госпиталь. Теперь живет здесь среди добрых людей. К нам в клинику он попал таким с охлаждением. Из речки вытащили его. И совершенно с параличом задних, полным параличом задних конечностей. В клинике оказано было специфическое для таких заболеваний лечение. Печальная Альма. У нее онкозаболевание. Перенесла пять химиотерапий. Успешно прошла лечение у онковетеринара. Принять на реабилитацию всех собак и кошек просто невозможно. И также здоровых животных госпиталь не принимает. Так как средства на лечение и дальнейшее содержание поступают только от неравнодушных людей. Меценатов, спонсоров, которые всячески помогают. Кто деньгами, кто кормом. Расходы немалые. И поддержка просто необходима. Находятся и критики, которые считают, что деньги тратятся не по назначению. Но вся отчетность отражена вот в этих чеках. И как известно, лечение в ветеринарных клиниках не дешевое. А животных много. И каждый нуждается в помощи. В госпитале рядом с собаками живут и кошки. Здесь целый кошкин дом. Мурлыки очень общительные. Тянулись лапками к микрофону и спешили дать интервью. Кошки здоровы, привиты и ищут новых хозяев. Среди них много и породистых. Есть и британцы веслоухие. Забавные мордашки очень игривы. А вот и голубоглазые малыши. Под их мяуканье уснули ежи. Но любопытным котятам интересно все. Госпиталь «Белый клык» не приют для животных, а, наверное, надежный причал для бездомных и покалеченных. Кто остался на улице или кого-то, просто выбросили люди. Но всем им посчастливилось попасть под надежное крыло «Белого клыка». Светлана Шаганова, Ислам Урумов, Вести Крачаева, Черкесия, из госпиталя «Белый клык». Это все вести на сегодня. Удачи и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова